Здравствуйте, как всегда рад приветствовать вас на нашем канале группа компании Вариус. Сегодня хотел бы поделиться опытом, а именно запуском технологии изготовления деталей корпуса насоса, которая является основной деталью аксиально-поршневого насоса для гидросистем с замкнутым контуром в рамках поставки фрезерного обрабатывающего центра на одно украинское предприятие, флагман разработки и производства аксиально-поршневых машин. Для изготовления деталей корпуса насоса применима заготовка, полученная методом литья в песчано-глинистой форме и выполняется из серого чугуна СЧ-20. Для выполнения задачи был поставлен и запущен горизонтальный фрезерный центр ДУСАН модели NHP6300 с системой ЧПУ Фанук 31 серии. Станок базовой комплектации оснащен двумя поворотными палетами в размере 630 мм. Такая компоновка оборудования минимизирует вспоминательное время на загрузку-выгрузку заготовки и готовые детали и обычно равняется времени сменный палет, который составляет всего лишь 12 секунд. Так как эти действия выполняются в зоне загрузки-выгрузки, когда в рабочей зоне обрабатывается деталь. Деталь корпуса насоса насыщена обрабатываемыми элементами со всех шести сторон и наклонным отверстием. Для достижения всех технических требований чертежа, а особенно параллельности и перпендикулярности элементов между собой, была применена технология, которая предлагает обработку деталей за две основные фрезерные операции. Для установки заготовок на станок были использованы два специальных приспособления, которые впоследствии устанавливались на подготовленную тумбу с двух сторон. Подготовка тумбы подразумевала себя в фрезеровании плоскостей и выполнении крепежных и базовых элементов для возможности монтирования зажимной оснастки. Для изготовления деталей был использован максимально производительный инструмент таких компаний Тайгутек Южная Корея, Искарь и Морзе Израиль, а также расточные системы Свистулс Швейцария. Помимо стандартного инструмента были применены комбинированные зенкера Тайгутек, специально разработанные для формирования за один проход ступенчатых отверстий. Даже применив комбинированный инструмент, который за один проход выполнял сразу группу поверхностей, сокращая время обработки и количество инструментов, но даже при этом общее количество в наладке инструмента составляло 40 единиц, и на оборудовании планировалась обработка не только данной детали, то для увеличения размера магазина инструмента был установлен опционально магазин на 60 ячеек. Обрабатываемая деталь насыщена большим количеством всевозможных отверстий. Выполняются операции как сверления, так и черновые частовые расточки. То для максимальной производительности, в случае эвакуации стружки из отверстий и повышения стойкости режущего инструмента была установлена опция подача сос через шпиндель высокого давления 70 бар. А для простоты настройки и установки заготовок, а также расширения возможностей станка была установлена опция поворотная палета с дискретностью в одну тысячу градусов. Все мы знаем, что помимо борьбы за сокращение машинного времени, времени цикла обработки деталей, нужно также снижать время наладки и переналадки для эффективной загрузки оборудования. Для этой задачи были включены в поставку оборудования такие опции, как система размерной привязки инструмента RENESHAO TS27R и система обмера деталей OMP60, которая позволяет значительно съездить время наладки и повысить точность изготавливаемой детали. На каждой стороне детали в первую очередь выполнялось черновое фрезерование привалочных поверхностей с припуском, торцевой фрезой диаметром 80 мм, с восьмигранной двухсторонней пластиной искр. На следующих переходах изготавливают все крепежные и присоединительные отверстия корончатыми сверлами DRILL RUSH и сверлами с пластинами TOP DRILL компании TAIGUTEK. Дальше производилась черновая расточка с зенкерами посадочных диаметров с последующей чистовой операцией расточными системами SWIST TOOL. Следующим основным этапом было снятие фасок и нарезание резьб во всех отверстиях инструментом в компании MORSE и TAIGUTEK. Крупногабаритные резьбовые отверстия фрезеровались при помощи резьбофрезы по спиральной интерполяции. В окончательных переходах было выполнено чистовое фрезерование всех привалочных поверхностей чистовой торсовой фрезой через 2 квад с достижением всех требований проявленности и перпендикулярности, с получением необходимой шероховатости. В результате время цикла обработки детали по двум операциям составило 35,5 минут. Более детальную информацию по станку и применяемому инструменту можно найти по ссылкам снизу под видео. А если понравилось это видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Гековариус, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!